друзья всем привет после гонки audi a8 w 12 6 литров против вас 2104 всем стало интересно что же таится под капотом этого голубого хатчбека сейчас мы все узнаем друзья вот этот голубой хатчбек который навел очень много шороха в комментариях и сейчас я вам поподробнее расскажу почему она так едет что установлено под капотом и сколько обошлись вложения владельца чтобы она так поехала внешне про дизайн это четверка никогда нам не особо не нравилось но честно я буду вам говорить но в этом и весь кайф чем страшнее тасс тем больше нервов она уничтожит у владельца дорогой иномарки которую она обгонит понимаете то есть не стремно увидеть и проиграть такой машине которая реально быстрая красиво видишь но вот она прям провоцирует спортом там на расширениях видно трубы видно там кульки висят и ты понимаешь да это корчина а когда едет обычная голубой хатчбек я его тебе так буду назвать не очень зашло это название вот этот голубой хатчбек становится светофоре ты подъезжаешь на машине которая там у тебя едет но большинство сейчас машины это хорошая машина считается который там еду ну 70 секунд округлим да и эту тачку едет это просто будет крах да можно сказать да пусть этот таз он развалится сгниет понятно но какой осадок она оставит у вас на душе это не передать вы мне кажется реально такие заядлые кто любит по стартовать проиграет этой машине на машине которая стоит там 3-4 миллиона рублей там не то что ночь спать на вторую полезешь смотреть блин если никогда не был таза что это такое почему 21 04 так есть что там установили автовазовцы с завода когда я читал комментарии заезда audi против этой четверки вот знаете честно никто не угадал что здесь стоит за мотор будет ни один какие комментарии только не были и 3s gte и атмос нет про атмосферный там никто по-моему даже не писал 1gz 2gz вот только gz это никто вот никто не угадал что здесь стоит за мотор а мотор установлен смотрим 1g gts toyota supra слепой 210 лошадных сил шестерка рядная 2 литра с двумя турбинами вот никто не догадался а звучит то сука это движок это предшественник знаменитого мотора 1gz gte который там нас там самый знаменитый после него уже пошел 2gz gte именно серия г моторов 1g gte это самый якобы форсированный из этой серии менее проблемный якобы у него что 24 клапана у нас два распредвала он на ременный у нас две турбины мощность небольшая согласен 210 лошадиных сил блин но для таза 210 японских лошадиных сил который весит менее тонны это очень круто так вдобавок то еще и коробка автомат здесь установлен этот мотор можно бустапнуть это самый дешевый тюнинг будет на этом движке потому что дальше лезть там говорят уже если то есть с бустапа можно сколько поднять нужно поменять кулек потому что кулек заводской очень маленький нужно поменять форсунки вы хлоп естественно весь прямой можно будет снять 260 ну тире 280 это потолок с этого мотора если вы хотите уже больше нужно ставить 1gz gte и там уже будет веселье очень серьезно теперь с чем столкнулся владелец с установка этого движка я знаю это всем интересно сейчас тема реально в интернете просто бомбит всем очень интересно как взять жигу и и сколько будет стоить весь свап комплект чтобы машина прям быстро поехала начнем со времени если вот владелец сказал взяться прямо за машину у тебя есть все запчасти прямо на руках только нужна работа за неделю машина уже поедет если с покраской со всеми делами с перетяжкой там салонов со всеми делами с подключением печек две недели и машина у вас уже поедет владельцу этот мотор вообще обошелся в копейки он достался ему даром он там просто заменил шату на поршневую группу там поршня шатуны и коленвал вскинул прям с хорошего живого мотора все сюда его поставил и самое главное чем он столкнулся с проблемой то нужно его сюда засунуть это рядная шестерка чаще всего все ставят он прямо до сюда торчит и кулек который здесь вот установлен все ставят его на вынос почему потому что никому не хочется много резать подкапотного пространства сами лонжероны ничего не тронул но вот этот вот телевизор и как его правильно назвать который идет в салон он его весь разрезал у нас два цилиндра спрятано сюда смотрим по передней оси вот перед мотора вы все видите он прям по передней оси вот по колесной то есть он хотел чтобы развесовка у тачки было чуть получше потому что если мотор закинуть вперед там при торможении чуть ли жопа нас отлетать не будет этот мотор весит 190 килограмм владельца было два мотора жигулевских он с ними намучился и сказал что вот он этот мотор поставил сюда и забыл четыре года он ездил не менял не свечи вообще ничего не менял этот мотор просто не требует в его режиме к он ездит по трассам 130 140 постоянно на работу этот мотор есть 10 10 там тире 12 литров это я считаю да блин немного для такого старого движка он не особо там и высокотехнологичных хотя и здесь кстати как не высокотехнологичных голов блок цилиндров тоже дорабатывалась в ямахе мотор на щит порезали мотор примерили стоит ладно теперь на что этот мотор поставить подушки владелец на моторе переварил кронштейны под жигулевские подушки то есть он стоит на на заводских местах где установлен заводской мотор на те же подушки он установил и если мы сейчас захочем этот мотор выкинуть жигулевский сюда встанет на заводские места представляете четыре года владелец на этой тачке уже ездит на заводском мосту жигулевском он рассчитан на 72 лошадиные силы здесь 210 и это работает друзья сел в салон жиги ностальгии меня вот честно так и прет классное ощущение вспоминая вот этот неудобный руль владелец стать его тоже чуть перенес если посмотреть по щитку приборов он я не знаю насколько на ладони но перенес влево и кстати он сейчас вот как я сижу в этом кресле может он на кресле чё переделал он точно вот правильно сейчас стоит наверное изначально это у нас в автовазе фишка такая была его так вправо далеко заносить и с этим рулем никогда нельзя было комфортно сесть в сиденьях сиденья вот у меня в семерке были они удобные но вот правильно в них сесть развалиться и дотянуться до руля это нужно было боком вот так сидеть кто знает в тазах хотят развалиться ездит вот так боком потому что по-другому до этого руля не дотянуться у нас убрана рулевая колонка все помнят этот тут механизм управления стоит как на газоне он никакой люфт руля страшно какой огромный постоянный постоянно едет услуги на жулях и прям помню вот так едешь подрулишь на скорости 160 стоишь вот так постоянно подрулишь что машина то ехала ровно здесь установлена рейка потому что рулевая колонка там уже не встанет балку это владелец там как-то все убрал у нас тут рейка рулевая с иш ода все рулежка стала в два раза лучше потому что на классике заводской рулевой колонкой и и нет так как мотор у нас занесен сюда ближе в салон два цилиндра чуть ли не спрятана сюда кстати с этим возникла проблема небольшая но это можно будет поменять но чуть не удобно стало добираться до последней свечи шестого цилиндра владелец сюда все занес и понимаете когда это все сюда ставишь моторный щит все выпилишь если это увидеть а тот именно момент посмотреть когда владелец сюда это все ставил все выкинуто было салона и вырезана дыра была огромная дыра под коробку передач под мотор но когда он это уже все спрятал понимать уже сидишь и смотришь блин наверное тут не были такие грандиозные там какие-то перестройки но перестройки здесь были просто колоссальные коробка передач у нас стоит наконец-то коробка автомат для жи это очень круто есть вот эта коробка автоматок все изначально было бы завода цены бы и не было но она стоит в том же неудобном месте где стоял у нас механика пятиступка все помнят 5 передачи можно было зацепить колено пассажира бокового теперь так у нас коробка автомат стоит у нас две педали вот это очень необычно в жиру садишь здесь две педали педаль тормоза владелец не переделывал но педаль газа кастом ее владели чуть конечно перенес поливе сейчас какая а почему она заводится на скорости потому что мозгов нет да а видите да мозгов нет она может завестись и на драйве и на задней вот нужно просто осторожно понимаете нет этой всей приблуды на который видно какая передача включена некомфортно что владелец привыкает он помнит что у него включена было так ручней кстати стоит на заводском месте вот это очень радует то что здесь владелец дальше ручника ничего в салоне не пилил самая кайф на это звук кой звук в салоне за рулем это очень круто это знаете как дико для меня сейчас это таз я же понимаю еще в четверке сижу эти зеркала в которых никогда ничего не было видно этот руль это даже в этот коробку передач которая спрятана далеко и этот звук друзья какой кайфный звук друзья меня посещают страшная мысль и хочу собрать мощную живу если обзор на эту тачку соберет 10000 лайков если вот вам реально интересно чтобы мне это не стоило я это сделаю и очень важно напишите в комментарии какую живу вы мне советуете и какой мотор и не просто написать какой мотор а почему вы считаете что этот мотор для жиги больше подойдет и и и и и и и сейчас ускоримся здесь на 100 метров очки снимаешь надо сгруппироваться и и и и и и и и это не тварь и это овца сам настоящая это и и мне снова 13 лет счет вот это прихода в ней в поворот я не буду нажимать того что она она вот так это все едет и 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 короче когда на низах нажимаешь сначала тут же ничего спорт режима не активированы ты нажимаешь пол мотор не раз то есть просто атмосферный поначалу ей турбина не раздулись но когда они раздуваются мне кажется бесплатно я не поехал они 200 сам лично опасно очень на полигоне потому страшновато это дело какой звук движка а давайте с места попробуем и страшно мне сердце просто колотит надуваем а у вас боже мой вот это маньячина это не тачка это маньячина что делает мощный мотор на не особо там комфортный тач она эта машина этот кузов никогда не думал что он так будет ездить не в горле пересохла она страшно и дает эмоции это просто страсть сейчас ускоримся вот это взрыв происходит а на ней вот это взрыва она дурная она просто дурная понимаете чуть-чуть надо сейчас успокоиться немножко просто когда ездил на мощных машинах там не знаю первый старт сам эмоциональный первый старт потом 2 3 4 ты думаешь блин как бы сделал сейчас так чтобы она давать те же мод что давала в первый раз на этой сволочи на них каждый старт у меня пугает еще сильнее понимаете еще сильнее просто смотри что происходит просто не на ней скорость на стартовать чтобы она приход был я пока я не мог у него вообще понять просто катимся потихонечку мне кажется она отрывается от земли короче это сейчас оператор тут я оператор ему голову сорвало что сказать посоветовать вам такую тачку как вам ее посоветовать ну хотите если ездить быстро не особо много бабла почему нет почему нет можно взять и кататься мы сейчас едем как пробка перед нами понимаете мы остановились нас коробка автомата мы едем все тронулись нам не нужно выжимать сцепление в этом куда есть кайф если здесь была механика я не знаю чё она вообще творила а знаете в чем кайф то машина она мне заставляет улыбаться и улыбаться больше чем машина выками там бюджет 2 в 3 миллиона рублей это очень круто я не знаю мне каждый раз страшно понимаете так и мне каждый раз сука страшно на ней чё она делает вот она меня хочет убить вот каждый раз она меня старается просто убить лютая сука вот это прямо лютая сука я сегодня везде думал как правильно про нее рассказать какие эмоции вам передать и понимать не нужно даже ничего придумывать в нее садишься и ты их испытываешь вот сейчас нас последний там прямой час очка остался сука какой-то выскочил встречным чё ты творишь не задел мы же может проткнуть насквозь мы можем проткнуть насквозь так прямая вот чё вот пошла вы чувствуете она она взлетает у нас она взлетает камера улетает держи машина по кайфу это зверюха по кайфу друзья еще есть метр в тридцать я вообще-то только чуть привык к ней она она классная классная сука тут и ручка двигается вперед и назад она вся живая это трансформер бамблби перепутал тачку и вселился в эту жигу она набирает ну мне страшно дальше просто к ней надо привыкнуть еще резина зимняя это очень страшно парни только-только привык машине вот реально но она сука бешеная все равно я только сейчас понял то что можно там выезжать выворачивать прочувствовал мощности но все равно удивляет сука все равно удивляет она чего она творит а друзья ну вот и подошел к концу на обзор тест драйв я не знаю как правильно назвать это мы с оператором хапнули эмоции я наверно два дня еще молчать буду и буду ездить теперь спокойно потому что когда на ней наваливаешь на всю это не передать я орал как ребенок вы это видели эти эмоции я там хотел как-то правильно вам их передать но передал так как я их реальный получил в жизни с этой мощностью получаешь колоссальные эмоции я не знаю как она будет ехать на 400 на 500 сил но на эти 210 сил она едет реально и сегодня мне еще больше захотелось построить такой проект всем пока